В Тверской собор Александра Невского прибыл ковчег с частицей мощи Матроны Московской. Люди приезжают за помощью к матушке за десятки километров со своими просьбами и тревогами. Поток верующих не иссякает и сегодня. По народному преданию, с детства Матрона проявляла чудесную прозорливость. Когда ей едва исполнилось 7 лет, у нее открылся дар предсказания и исцеление больных. На 17-м году будущая святая лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги. До конца своих дней Матрона была сидячей. Она бывала в разных домах и квартирах, где она находила приют. Это продолжалось еще 50 лет. За это время она молитвой исцелила и помогла решению проблем многих людей. Люди ее почитают, часто приходят к ней и обращаются за помощью в семейных вещах, в каких-то жизненных трудностях. Святая Блаженная Матрона, помоги мне открыть, в чем моя проблема, какое внутреннее содержание моей проблемы, что мне нужно исправить. Вот тогда, как в дополнение к исканиям Бога, мы и получаем просимое. Молитвой и святой водой Матрона исцеляла от болезней, духовным предвидением предостерегала от опасности и бедствий. К ней шли за помощью в безнадежных и безвыходных ситуациях. Она успокаивала, все будет хорошо, молилась и беда отступала. Люди приходят поклониться к мощам святой, попросить заступничества. Сейчас верующие чаще всего обращаются к Матроне за помощью в семейных делах. Матрона делится своей мудростью житейской и людям помогает. И когда они меняют отношение и к семье, и к своему супругу или к супруге, тогда происходят какие-то положительные изменения. По установленным правилам к мощам следует прикладывать иконку Матрона, головной платок или крестик. Также жители всегда по традиции приносят цветы. Подарок Матронушке нужно нести от чистого сердца с верой. И не имеет значения, будут это пылевые ромашки или шикарные орхидеи. Главное, чтобы число цветов было нечетным. Когда привозят, да, каждый раз стараемся прийти. Чтобы исцелила наши болезни, конечно, в первую очередь, внукам помогла и всей нашей семье. На время пребывания ковчега с мощами святыни ожидается большой приход верующих. Врачевательницу больных и защитницу семейного очага Матрону Московскую почтить можно ежедневно. Храм Александра Невского работает с утра до вечера. Перерыв будет только во время совершения молебна. Святыня в Твери останется до 22 марта.